Сегодня у нас в гостях участник специальной военной операции Сергей Морозов. И мы поговорим о том, как проходит служба у наших бойцов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, расскажите, пожалуйста, вы сейчас находитесь в отпуске, да? Когда возвращаетесь обратно? Да, я сейчас в отпуске. Отпуск заканчивается завтра. Послезавтра обратно в часть. По месту постоянной дислокации это город Нарфаминск. И, скорее всего, уже послезавтра обратно в Украину. А сколько вы уже находитесь в зоне СВО, когда были мобилизованы? Мобилизован я был 27 сентября. И с 23 октября 2022 года я нахожусь на территории Луганской народной республики. А как часто вы приезжаете в отпуск? Ну, получается, за полтора года это третий. Сергей, вообще расскажите о ситуации. Что необходимо бойцам? Может быть, гуманитарная помощь? Вообще в чем они нуждаются? Ну, гуманитарная помощь к нам регулярно поступает. Это снабжение в последнее время намного лучше стало. Письма от детей, от школьников получаем. Письма для нас очень важны. Потому что мы просто зачитываемся этими письмами. Так как понимаем, что молодежь, которая эти письма пишет, они понимают обстановку в стране. Они поддерживают бойцов. То есть это моральная поддержка? Это очень хорошая моральная поддержка. То, что детей этому сейчас учат. И этот кластер не остается обделенным. Жители округа также собирают какие-то вещи, продукты. Как считаете, что больше нужно? Ну, все зависит от обстановки. Допустим, в зимний период теплые вещи нужны. Потому что погода, допустим, в Луганской республике очень нестабильна. 31 декабря просто грязь, лужи были. Ночь новогоднюю. Снег пошел, хоть немножко подморозило, уже полегче. Даже передвигаться. И зато выходишь из блендажа, и можно по колено провалиться в эту лужу. Но, опять же, сильно с теплыми вещами тоже не угадаешь. Утром, может быть, минус 5. К вечеру до плюс 2. Поэтому тоже стараемся так утепляться, когда холодно. Чтобы не болеть, не простужаться. Сейчас повезете обратно уже что-то необходимое? Может быть, какие-то ваши друзья там что-то заказывали? Да, там уже машина практически полностью загружена. Меня супруга везет до границы. Там ребята уже будут встречать на границе. То есть и теплые вещи, и что-то ребята попросили подкупить. И когда свободное время выпадает, спортом занимаемся. Вот новые гантели купил, сейчас ребятам повезу. То есть пока вот находимся на одном месте постоянно. Спорт уголок себе оборудовали в лесу. То есть выпадает свободная минута, когда не работаем, обстрелов нет. То занимаемся спортом, чтобы хоть чем-то себя занять. Спасибо большое, Сергей, что пришли к нам в студию и уделили время. А я напоминаю, что у нас в гостях был Сергей Морозов, участник специальной военной операции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok